Пыточно вместо интерната в один из психоневрологических интернатов Черновицкой области без предупреждения наведалась мониторинговая группа и была шокирована увиденным. Как обстоят дела на самом деле, на проверку отправились и наши корреспонденты. Разбитые окна, отсутствие электричества и деревянные лавки вместо кроватей. Таким увидели этот психоневрологический интернат представители мониторинговой группы по правам человека. В нижние остановцы они наведались проверкой, увиденным шокированы. Увиденный омбудсмен назвал настоящей пыткой, но вот директор интерната такие обвинения отрицает. Мол, сейчас в учреждении находятся две сотни больных со всей страны, это мужчины от 18 до 80 лет, некоторые из них буйные. И естественно, уследить за всем невозможно, но недостатков по мнению управляющего не так много. На рахунок гратов, ну, есть у нас, я бы не сказал, это не грата, это в одном месте в данном пребывании, это деревянный захист векон, там деревянные такие жалюзи. Можливо, где-то нас неправильно зрозумели. Доказательства показывает кабинеты. В комнатах отдыха чисто, на полу ковры, на кроватях накрахмаленные полотенца. Пищевой склад заполнен едой. С подопечными интернатами руководство советует не общаться, мол, те могут быть агрессивными, но нам все же удается спросить некоторых об условиях пребывания. Мы ходим в вашими комнатами, там рушнички так хорошо складены, ковры. Это всегда так, или это до нашего приезда так? Это для показов. А вы зайдите туда, в загородку. Нарекания подопечных, как и самого омбудсмена в областном департаменте соцзащиты называют выдумкой. После скандала пришли в интернат с проверкой. Нарушений не нашли, порядок даже в бухгалтерии. Прозвучала такая фраза, что купались цигарки Мальбора, Бонд. Але ж, подивите ту накладную, которую сняли, там и купались за 16 гривен. Это не есть Мальбора и Бонд. Я считаю, что это немного увеличение, что озвучили только то, что хотели увидеть. Мы поднимаем сейчас всю документацию. Проверять интернат будут еще неделю, а вот омбудсмен пообещал наведаться сюда еще раз. Если недостатки не устранят, обратятся к правоохранителям.